Главная проблема сегодняшней России, ее политического класса, особенно того звена, который называется политологическим, экспертным и так далее, это сознательное или бессознательное нежелание понимать той ситуации, в которой Россия оказалась с конца 80-х годов и после 91-го года. Потому что сегодняшние разговоры о вставании из колен, о том, что Россия сегодня занимает какое-то новое место среди ведущих держав мира, начинает оказывать влияние на ход исторических событий, все эти разговоры вызывают возмущение своей крайней неадекватностью и фальшью. Россия проиграла холодную войну, Советский Союз проиграл холодную войну, Россия является его правоприемником, она является наследником этого поражения. Это поражение, оно столь же страшно и столь же жестоко, как поражение в горячей войне. И в этом смысле совершенно невероятно представить себе, чтобы, проиграв в холодной войне и будучи опутанной кабальными договоренностями, которые, естественно, заключались вне общественного внимания, вне общественного контроля, тайная дипломатия, что Россия имеет какие-то возможности куда-то подняться. Если при Ельцине, как мы знаем, практически любой центр Советского Союза, центр силы, институт оборонки, производивший мощь СССР, организовывавший СССР как великую империю, если он был взят под контроль американцами, если в Арзамас-16 находились эксперты и специалисты Соединенных Штатов, если каждый чиновник ельцинского режима был окружен американскими советниками, то непонятно совершенно, как можно предполагать, чтобы все это кончилось в одночасье. Есть два доказательства того, что Россия находится в состоянии поражения и ограниченного суверенитета, или вообще его отсутствие. Это первый вывод за границу денег в офшоры, который выдается за то, что вот богатенькие буратино, олигархи, лишенные патриотизма, преступно выводят свои личные деньги в зарубежные компании, которые созданы для этой, оказывается, цели. На самом деле это полный бред, это полная ерунда, и эти деньги являются выплатой репараций, громадной репарацией, которая наложена на правоприемницу СССР Россию после поражения в Холодной войне. Это замаскировано для общественного мнения, для населения это замаскировано под видом, так сказать, олигархической кражи денег, крысятничества и так далее, потому что это легче интерпретировать, принять, нежели представление о том, что Россия, как побежденная страна, платит победителю. Это первый момент. Второй момент – это утилизация оружейного плутония и вообще утилизация стратегических материалов, которая началась сразу после поражения в Холодной войне, после того, как оно было реально оформлено. Утилизация стратегических материалов в одностороннем порядке, идущая из России в Соединенные Штаты – это даже для старой бабушки на скамейке должно быть однозначно свидетельством поражения страны и вывоза из нее материалов, представляющих стратегическую ценность. Это так, как если бы в 2018 году, как известно, Германии запретили иметь пистолеты калибром больше 7,62, то есть 9-миллиметровые парабеллумы она уже не имела права производить. Я уж не говорю там о танках, подводных лодках, самолетах и прочее. Люгеры, парабеллумы не имела права производить. Производили парабеллумы калибра 7,65. То есть это нормально, когда страну лишают возможности воевать, противостоять, сопротивляться и так далее. Но как это можно интерпретировать, как какие-то партнерские отношения, я не представляю. Таким образом, у нас Германия образца 18-го и Германия образца 45-го года попадает в статус партнеров. В первом случае антанты, во втором случае союзников, которые оккупировали территорию Европы, территорию Германии. Если это называется партнерством, то да, тогда Россия является партнером Запада, партнером Соединенных Штатов. Но думаю, что это совершенно такое безумие. Это абсолютное извращение фактов, которое мешает российским гражданам понять реальность ситуации. Потому что понять реальность означает правильно интерпретировать остальные события, то, что происходит в Сирии. В Сирии Россия выполняет заказ Соединенных Штатов. Вашингтон ни разу, ни одного момента в истории отношений между Тамасском и Вашингтоном не хотел ликвидации и уничтожения асадовского режима. Потому что этот режим является проамериканским. Правда, и Саддам тоже был проамериканским. Но, тем не менее, его ликвидировали. Ликвидировали сложно, в несколько приемов, оставив после бури в пустыне на 12 лет. Но, тем не менее, ликвидировали. Это другой вопрос. Саддам представлял собой амбивалентную силу. Он был иракским суннитом. Который, несмотря на свой атеизм, несмотря на то, что он возглавлял партию БААС атеистическую, он, тем не менее, представлял собой ту угрозу, что он противостоял шиитам, ориентированным на Большой Запад. Потому что шииты всегда традиционно ориентированы были на Большой Запад. До Америки, еще в лице Великобритании, шиитская часть исламского сообщества, мирового исламской умы, она была тесно связана с Великобританией и с британским, скажем так, масонским эстеблишментом. А вот что касается суннитского мира, суннитский мир всегда носил революционный характер и всегда находился в оппозиции к либеральному, буржуазному, масонскому Западу. И человек, который принадлежит к этому миру, он может называть себя коммунистом, баосистом, кем угодно, но он вызывает недоверие, поэтому его демонтировали и ликвидировали. Что касается Асада, это, как говорят такие сегодняшние горе-эксперты, это Алавитская династия. Конечно, какая-то не династия, но Алавитская. То есть по-любому это враг ислама, и по-любому это человек, который обречен быть функционером Запада, ставленником Запада. Поэтому ликвидировать его у Соединенных Штатов нет никакого резона. И дана отмашка изначально. То есть великолепные возможности, которые у Израиля были справиться с Дамаском в ходе событий, начиная с 2011 года. Масса возможностей воспользоваться там ситуацией использования химического оружия и так далее. Вот во всех ситуациях Соединенные Штаты шли на интригу, в ходе которой обеспечивалось спасительное выживание Асадовской династии. Инструментальным здесь всегда была Россия. Потому что Россия имеет только один канал, открытый для нее в качестве нахождения своего места под солнцем. Это превратится в кулак, в дубинку мирового порядка. То есть после поражения Россия имеет только одну задачу, одну цель – быть жандармом мирового правительства.